продолжаем серию мастер-классов на digital проекте trends of beauty и сейчас я бы хотел представить своем лице представить нашу команду которая будет меняться сейчас вместе со мной будет работать наш мастера денис терешков мы все представляем школу леонид романов хр где мы как раз таки учим как правильно работать с рук со структурой с текстурой с цветом как создавать великолепный окрашивание например посмотрите денис расскажет о том что же он сделал давайте я коротко расскажу что буду делать я сегодня я буду показывать стрижку на вьющихся волосах вот на такой вот замечательной текстуре это натуральные волосы вьющиеся красивые замечательные я буду весь час находиться на сцене буду показывать рассказывать и говорить но так или иначе вы конечно будете видеть все мои действия ребята будут параллельно меняться они будут сменять картинку получается правый фланг будет постоянно один а левый будет сменяться ну и конечно в конце вы увидите все наши четыре работы которые мы выполнили которые буду выполнять я в режиме прямого эфира и в режиме в общем-то нашего мастер-класса ребята уже своей работы подготовили они их уже сделали они их представят вам в конце я давайте сразу коротко расскажу что буду делать я и потом в течение мастер-класса я буду соответственно подключаться если вы необходимости конечно буду говорить заранее что давайте вот посмотрим поближе и мы конечно с помощью наших замечательных операторов сможем все это посмотреть ну и я буду конечно же давать слово своим коллегам и они будут то же самое рассказывать как я уже сказал буду выполнять стрижку на вьющихся волосах в данном случае мы не будем убирать очень много но мне очень хочется убрать вот эти вот самые тонкие самые скажем так некрасивые кончики для работы я буду использовать вот такой вот инструмент который называется филировочная бритва давайте попробуем посмотреть ее поближе получается увидеть я просто не вижу что вообще там происходит на экране или за экраном вот такой вот прекрасный гаджет я его люблю еще так на пальцы покрутить вот я буду работать именно им я вообще в целом люблю работать с иющимися волосами потому что это интересная текстура и с помощью нее можно создать очень интересные работы ну и соответственно понятно что в конце после работы мы будем все это всю эту красоту укладывать и создавать красивые на туда натуральные локоны с помощью диффузора все это вы увидите сейчас я приступлю к к разделению на зоны я в большинстве случаев предпочитаю давайте я даже делаю такой вот маленький маленькую зарисовочку если мы считаем что вот она пошла наша голова наша ушка пусть здесь вот будет глазик и подбородок то я чаще всего работаю на вьющихся волосах тремя зонами это таких вот три сплошных линии это нижняя затылочная зона это средняя затылочная зона и топ зона которая у нас называется зона а и я начинаю работать всегда с нижним затылком потом я прохожу и делаю работу на среднем затылке и уже дальше я приступаю к работе на теменной зоне что очень важно когда мы работаем с такой структурой такой текстурой вообще если мы говорим про работу с такими волосами ну вот если не болтать много то стрижка занимает у нас по большей части 5 минут ну 10 минут если мы еще хотим хорошо все это проще совать поработать с волосами потрогать их погладить нанести какой-то продукт это очень хорошая быстро коммерческая стрижка которая помогает создать очень хорошую историю для салона красоты для гостей и конечно же для потребителей потому что в первую очередь это обладательницы вот таких вот в общем то волос ну пока я буду делать разделение я думаю передам слово денису я буду работать вот таким вот гребнем потому что мне не надо выполнить какого-то очень сильного расчесывания ну и когда я сделаю разделение первое я конечно озвучу что я сделал и покажу какие движения у меня будут выполняться ну а пока денис тебе слово спасибо никит сейчас бы я бы еще хотел попросить включить на фон ролик наш который мы предварительно загрузили вот чтобы он пока крутился пока мы все здесь рассказываем на ролике будут представлены наши работы наша коллекция которые мы делали вот я думаю сейчас все это включат ладно итак наш прекрасная модель полина довольно долгая история окрашиваний конкретно в нашем салоне то есть изначально до этого я делала сине-фиолетовое окрашивание в первый раз несколько раз она поддерживалась тоже в таком же полосатом ключе и как-то вот ну захотелось уйти в что-то более теплое что-то более интересное вот сейчас бы хотелось бы что вы включили фото до показали куда-то убежал наш человечек ответственный за где наш так все хорошо в общем сейчас я надеюсь очень что включится фото до чтобы вообще понимать с чего началось потому что выполнить полосатая окрашивание на готовый блонд в принципе не сложно я думаю это каждый мастер понимается как это делается уже довольно новая история все и давно уже делают вот собственно история в том что прошло полтора месяца приходит к нам наша полина мы видим у нее фиолетовые синие полосы остались синий вымылся очень сильно фиолетовый тоже очень сильно вымылся и самое интересное что делаем мы делаем в этой работе мы не снимаем цвет несмотря на то что мы уходим в более вот включили собственно фото дом вот как раз полинку и там и тут пока полина и там и тут передают собственно видно то что есть какие-то пятна сине-фиолетовые собственно качество волос мы решили чтобы сохранить качество волос решили не снимать свет какими-то агрессивными продуктами и сделать просто поверх просто изначально заранее продумав как и что это получится вот пока можно выключить перек и включить ролик чтобы он играл на фоне так полин пожалуйста аккуратнее вот можно я очень быстренько отвлекусь на такники прям буквально это займет очень мало времени я уже сделал работу с нижней затылочной зоны я практически его закончил это заняло на самом деле буквально ли пару минут вот она пошла линия просто я покажу насколько это быстро и легко я специально оставил небольшую прядь чтобы как раз таки продемонстрировать как выполняется срез вот именно в данной зоне сейчас я буду выполнять горизонтальный я вот взял и прям прошелся по этим кончиком все у меня есть линия это та нижняя зона которая у нас будет создавать такой некий фундамент и понятно что сейчас я могу их уже увидеть как они будут ложиться всегда стараемся я всегда об этом говорю всегда делаем для себя контроль проверяем все ли ровненько но при этом не забываем вьющийся волос всегда у нас подпрыгивает всегда денис возвращаю тебе слово возвращаем и так собственно сейчас у нас видно какое получилось плотно изначально и ей наносилось два цвета это такая красноватая мадженто и желтый то есть изначально что мы сделали то есть на темные зоны которые у нас были изначально синими мы несли прям интенсивно красноватую мадженто с расчетом на то что она как раз таки синий с красным нас подсмешается получится очень красивый слегка фиолетовый красный вот желтые участки мы дополнительно еще слегка протравили продуктом чтобы там где у нас были синие полосы они стали немного зеленоватыми как раз таки чтобы после по цветовому кругу желтому было проще стать желтым потому что есть мы начали наносили изначально на синий получился такой грызноватый оттенок а тут такой получился после снятия легкие мятные зеленый прям совсем легкий легкий на него нанесли желтый и он получился прямо очень классный такой яркий яркий желтый то есть получилось малиновый желтый малиновый желтый вот после этого соответственно мы сделали фото это был месяц назад фото после у нас есть его вот надо сейчас показать включить сейчас он включат мы покажем вот фото после соответственно достаточно хипанувшая картинка который очень много где в интернете уже заверсилась как раз таки можно увидеть что не осталось ни каких-то очень теплая красивая работа как раз тот как говорил красивый малиновый оттенок желтыми полосами вот но естественно мы понимали что месяц назад когда мы делали к сегодняшнему дню у нее все смоется у нее намоется цвет на светлое собственно мы это прекрасно понимали и рассчитывали на это что собственно и произошло и вот получается буквально вчера полина к нам приходила и мы ей все что сделали это желтые полосы добавили вот соответственно и как раз таки благодаря намывшему у нас получилось абсолютно три разных оттенка несмотря на то что мы использовали один тот же краситель поэтому у нас получается такая история что у нас очень красивое красивое бензиновое окрашивание с множеством разных оттенков вот вечером у нас будет шоу небольшой показ всех наших моделей уже с полноценными укладками сейчас мы просто показываем собственно что есть и не опять таки для чего вся эта история делать чтобы показать как это будет в волнах выглядеть очень не само не классических довольно интересных волнах как будет играть вот этот весь бензиновый цвет вот то есть опять таки у нас внутри тоже цвет немножко другой то что внутри у нас есть синий который очень интересно играет в движении и в укладках самое главное самое главное в укладках то есть несмотря на то что в прямом виде это очень необычно очень так сказать в стиле современного искусства вот в укладке это выглядит еще интересней вот вообще к чему вся вот эта история с полиной была показана полин повернитесь пожалуйста лицом покажись как это у нас красиво вот к тому что грамотный расчет заранее может помочь вам сделать очень очень классные истории творческие интересные вот собственно грамотное знание колористики я чуть-чуть залезу где они его выступление потому что я-то не могу ее использовать понимаете мне не давно в моей работе работать с замечательными продуктами которые денис использовал он не захотел про них говорить чтобы они мало кому видимо достались но он использовал свои расчетки своей работе вот такие вот замечательные расчетки от компания life my hair которые называются русалочка и аквабраш вот в его работе эта штука очень крутая прям расчесывает у меня вьющаяся структура волосы я не могу ее к сожалению использовать иначе у меня все превратится в пушок пока денис будет меняться со с нашим следующим спикером я вам давайте покажу что же я делал дальше следующий ряд следующую зону которую я работаю я уже выделяю хорошими крупными вертикальными проборами я сразу вижу где у меня идет контрольная линия моего предыдущего среза и учитывая это я создаю линию дизайна слои я уже работаю вертикальным срезом и вот если посмотреть то одну зону я уже завершил вот уже на влажных волосах мы видим что у нас идет по силуэту и вот зона которую я сейчас буду дорабатывать давайте вот так вот поверну вот здесь еще нету проработки еще не прострижена вот видите настолько уходят концы сильно не меняется форма она сильно не теряется но вот этот вот самый не самые тонкие кончики они конечно же уходят с нашей прекрасной модели у тебя будет все очень круто очень красиво конечно еще замечательная укладка все это подчеркнет напомню еще раз что конечно я выделяю все давайте я вот так повернусь чтобы не стоять спиной я выделяю прям хорошую крупную прядь потому что здесь смысл мельче шить я выделил ее вот почему видите я не использую какие-то очень мелкие расчески с мелкими зубьями я буду просто их разрывать у меня будут просто волосы превращаться в пушок поэтому повторюсь я работаю гребнем я учитываю какой у меня идет угол оттяжки отделил и все мы вертикально я все это подснял ну а к нам на сцену поднимается следующий наш спикер моя коллега мая она расскажет по своей работе что же она будет выполнять и что она будет делать а я сейчас быстренько завершу зону левого виска приступлю к теменной зоне и буду выполнять уже укладку причем касаемо укладки надо учитывать что на вьющихся волосах есть определенные правила работы которые обязательно необходимо учитывать не только для себя но и для наших дорогих гостей потому что правильно уложенные вьющиеся волосы это что это залог красивого образа нашей гостьи так меня слышно всем привет ребята коллеги всем привет так у меня сегодня модель глафира красотка и у нас окрашивание было total blonde пастель мы сделали технике более современный сплит но мы обыграли его по-другому так давайте расскажу предысторию с чего мы начинали углаши натуральная база что вы понимали 6 уровня отросшие корни и длина соответственно натуральный золотистый блонд мы ее почистили почистили вытянули и так же самое главное в процессе было ровный срез прозрачность цвета для того чтобы положить именно пастельные тона нам нужно очень чистая база также для этого мы проработали сначала длину потом вывели на десятый девятый уровень тона прикорневую зону и соответственно уже на прозрачную чистую базу ровную мы наносим сам оттенок а самое главное перед тем как нанести оттенок мы сделали реанимацию именно десульфидных связей десульфидная связь у нас получается отвечает за что за эластичность волосы вы можете посмотреть насколько прозрачен оттенок так мы получается подготовили волосы осветлили выровнили сделали пред уход именно перед тем как нанести оттенок она у нас готова и теперь самый важный момент именно в плане почему тот элблон почему даже вы можете близко посмотреть насколько у нее ровный прозрачный оттенок от корней до кончиков для этого нам нужно именно как я уже дали сказала почистить хорошо выровнять оттенок именно уходом затем уже положить цвет в нашей школе в пространстве красоты и леонид романов хэйр мы любим без ограничения без привязки какому-либо бренду работать и смешивать миксовать соответственно здесь у меня два оттенка нежный голубой небесный цвет также и нежные пастельные розовые для как я создала этот оттенок я вам сейчас расскажу есть прямые пигменты самый-самый простой как мы смешиваем кто-то работает с микстонами то есть тема тотал блонд это очень такая уже давно известная но на тотал блонд создать самые прозрачные цвета это именно игра цвет то есть ты получать что ты мастер ты создаешь сначала красивую прозрачную чистую базу и на ней уже начинаешь играть цвете то есть мы обговорились модели какие цвета для нее самые любимые так сказать и совместили два оттенка прозрачность нам дает что прозрачность нам дает именно разбавление есть очень очень много вариаций кто-то разбавляет с так скажем с прозрачными просто красителями кто-то делает именно путем маски это уже фишки нашего салона так скажем лайфхаки да можно я у тебя чуть-чуть позаимствую твоего драгоценного времени поскольку я уже закончил работу с теменной зоной я закончил практически нашу стрижку я хочу сейчас показать чуть-чуть буквально что мы делаем зоной челки я таким не больну как небольшим достаточно крупный я сейчас давайте более точно его выделю и прям наклоню голову чтобы посмотреть вперед сделай достаточно такой прям полукруг достаточно крупный для того чтобы мне впоследствии вывести нашу зону челки так или иначе но очень многие все равно челки носят и их исключать и стрижки не стоит точно так же я примерно понимаю где ее хочу сделать я также прядка за прядкой начинаю горизонтально в данном случае выводить эту челочку здесь я чуть-чуть ввиду линию с нашими височными прядями для того чтобы это получился хороший аккуратный переход то же самое с этой стороны напомню моя сказала что да сегодня в 18 мы покажем с нашими моделями с нашей школой замечательное шоу и вы обязательно его можете смотреть что касаемо работой с теменной зоны то я делал следующее я выделял достаточно крупные треугольники они были сейчас я тоже самое выделю вам покажу они были достаточно большими достаточно крупными с основой где-то на середине теменной зоны они достаточно такого вот формата крупного и вертикальными срезами я точно также эту линию сводил сводил уже с ранее простриженными у меня постепенно 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 получилась вот такая вот замечательная стрижка повторюсь что к сожалению я не могу использовать замечательные расчески от компании а life my hair русалочка и аквабраши я работаю всего лишь навсего гребнем но зато я могу использовать продукты от нашего замечательного партнера от компании лореаль что я хочу использовать на своей модели конечно я еще немножко добавлю воды почему потому что какие-то из пряди уже подсохли если мы хотим красиво и хорошо уложить вьющийся волос он должен быть влажный он должен прям быть хорошо пропитан водой я буду использовать вот такой вот замечательный крем текстурирующий и я буду использовать один из моих любимых продуктов поскольку я сам нашу вьющиеся волосы это конечно же соль beachways классный продукт который мне позволят создать очень хорошую подвижную форму мягкость при этом никакой склености и мы подчеркнем наш натуральный красивый завиток мальчику прекрасно так я вас снова продолжаю рассказывать мы остановились на этапе цвета то есть я вам рассказала именно путем окрасители вы можете создать поиграть цветом также еще один большой лайфхак и это никак ни каплики не реклама есть еще средства в нашем салоне именно линия продукта леони романов так что есть маска два в одном ребята это конечно не новость но сам один пигментированный уход маску для того чтобы поддерживать именно на обесцвеченные волосы цвет и при этом еще уход это для меня лично очень большое достижение у нас есть такая такой продукт и это волшебство я как раз так если вы посмотрите грамма на ней нету средства для блеска но посмотрите у модели насколько прозрачен цвет и блеск это натуральный блеск за счет того что волосы пропитанные волосы ухоженные и самый-самый-самая большая фишка здесь кто поверит что здесь именно маска уход два в одном цветная линия то есть она большая вот большинство людей молодежь и те которые любят именно цветные пастельные тона они всегда боятся что цвет через некоторое время будет вымываться очень грязно оставлю пигмент оставляет очень такие некрасивые блеклые оттенки для того чтобы этого не было если вы красите и знаете техники фишки и лайфхаки леонид романов хэр база цвет смывается в чистую базу смотря как вы еще моете головы и чем моете голову это очень большой в такой важный аспект также вы поспали проспали смотрите волосы ничем не обработанная также я беру свою любимую розовую и лайфмай хр опять так же это не реклама это мой любимый инструмент просто разберем что не только твой любимый у нас в принципе все в салоне работают с ними надо забирать все соглашать и следующий спикер ксения тоже ее любит без сомненно смотрите я слегка с легкостью расчесываю запутанные блондинности на 10 уровне волосы а легко расчесываю привожу в порядок теперь мы закончили фон осветление мы закончили с чистой базой мы закончили реанимации именно уходом перед окрашиванием рассказала вам также сам цвет из чего остается состав как бы из чего из чего остается сама те оттенки прозрачные как добиться а блеска и также теперь у нас укладка то есть ухоженные волосы вы как вы видите они смотрятся достаточно очень здоровенькие достаточно эластичные то есть можно их завить можно их накрутить единственные сама фишка цвета сочетание цвета голубенький модель может носить в тематике сплит просто вот так и еще одна фишка мы просто берем либо руками слегка вперед никаких шипсов нам не нужно потому что вы знаете это тотал блонд не любит очень сильно горячие инструменты поэтому пытаемся всегда обходиться руками и желанием делать что-то неординарное и уже на то что у нас уже собрался любой человек любой мастер любой модель можешь сам себе сделать такую красоту смотрите перелив оттенка и также я теперь уже беру наш любимый продукт от бренда лореаль у нас на самом деле есть очень много продукции мы 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 на самом деле очень богатый салон поэтому но все таки я сегодня сегодняшний день дела бич вейс это незаменимый стайлер соль от лореаль который не склеивает волосы передает эластичность но при этом дает мне легкую пляжную небрежность я вот уже использовал что я делаю чтобы она моя модель была самая трендовая самая молодежная и при этом меньше времени тратить на укладку она просто слегка отпускает голову либо сама своими руками или я с ней помогаю все вперед и именно лицевую часть мы смешиваем посмотрите на оттенок насколько она сама по себе прям линиями оседает я думаю это движение легко может повторить даже обычные девчули оставляем буквально на 10-15 минут по вашему желанию и слегка поднимаем попрошу нашу модель глафиру поднять и также оставляем смотрите у нее уже у лица в перемешку небесный голубой оттенок с пастельным розовым но я возьму твое время пока ты как раз будешь меняться с нашим следующим спикером я расскажу что уже выполняю я ну во первых когда мы работаем с ющимися волосами не надо их жамкать как будто вы хотите их взъерошить мы наносим продукт нанесли и прям подержали своими руками 10-15 секунд это нормально и это правильно они уже теплотой и добротой наших рук начинают формироваться дальше распределили если вы понимаете где-то подсыхает возьмите воду и добавьте ее это не страшно но чтобы вы могли сформировать хорошую красивую массу далее я вообще вот я использую все наши любимые гаджеты во-первых великолепный ассистент от левша ассистент с замечательным фиксатором для фенов один другой это вообще красота но на самом деле суть то не в этом и чтобы красиво выглядеть сейчас на сцене не обращаться к вам как-то некрасиво я использую еще и седло от того же самого левша ассистент красиво сел попросил голову нашей модели наклонить немножечко назад сначала я все закладываю в диффузор а уже потом я включаю фен это одна из ошибок самая частая самая распространенная которую вы просто как раз таки допускают мастера включили фен и пошли им сушить не надо этого делать вы повторюсь еще раз вы положили волосы в диффузор заложили и и вы после этого уже начинаете сушить так мы прощаемся фен холодный мы прощаемся с вами я провожаю свою модель теплый холодный вторая частая ошибка когда сушат все одним потоком это неправильно вы горячим феном сформировали завиток на диффузоре и тут же холодным вы просушиваете сформировали горячим просушиваем холодным для того чтобы зафиксировать его выключили сняли точно так же следующий прядь вы можете помогать себе пальцами создавать эту структурность и текстурность по вашему желанию горячий прогреваем холодный горячий сформировали локон прогреваем его холодным воздухом чтобы он зафиксировался сняли фен и они уже начинают закладываться причем надо учитывать что конечно у нас сейчас у моей модели вообще очень интересно происходит работа с волосами с одной стороны у нас корень натуральный вы все прекрасно видите какой у нее красивый натуральный цвет волос но длина и кончики у нее осветленные а значит волос пористый а значит он очень быстро теряет всю свою влагу и превращается в пушок поэтому здесь я конечно стараюсь максимально быстро высушить с одной стороны но с другой стороны не допустить сильного пересушивания прогрели горячим остудили холодным прогрели горячим остудили холодным и пока я буду все это выполнять я приглашаю и представляю нашего следующего спикера нашей команды ксения она сейчас все расскажет что будет выполнять она что же она будет делать так всем привет меня зовут ксения маляйна я один из спикеров нашей школы леонид романов school я посадила уже готовую модель на ней сделана завивка серферские локоны то есть чуть-чуть маленькая предыстория у маши очень густые волосы но они прямые прямые вот прям вот просто они висят но их очень много и очень сильно хотелось придать им какого-то движения чтобы они стали более объемные чтобы было очень просто и легко укладываться при этом не выпрямлять волосы еще я подготовила манекен на нем я вам покажу в какой технике и как я ее накручивала на самом деле я наверное чуть-чуть отступлю от определенных правил да и мастерам объясню проще эта завивка делается не по определенным техникам накрутки то есть она делается очень легко хаотично то есть это самое такое простое как можно очень быстро и красиво сделать серферские локоны на бумеранге ой пока ты поворачиваешь я быстренько скажу просто у меня сейчас я автоматически всев на седло от левшей оси я прям спину выровнял ты прям начал заниматься да скорее всего очень красиво ты постоишь уж прости я тебе не дам седло а я буду сидеть ну нет спасибо я подвигаюсь так и быть итак пока никита досушивает свою модель да у нас такая прям получилось и завершающая коллаборация кудрявых я думаю да у нас практически я тоже кудрявая но сегодня решила то что отдам это красоту никите да и он покажет свои кудри у никиты напомню сидит девушка с натуральными кудрями у нее нет никакой завивки ничего это ее натуральные от природы кудри у маши сделаны на бумеранге итак ребят я попрошу оператора чуть-чуть приблизиться потому что я на самом деле хочу показать что не нужно знать определенных техник либо чего-то сверх умного потому что можно сделать такую завивку легкими движениями то есть мы выделяем не тонкие пряди не маленькие пряди а достаточно сантиметра обязательно вот правда очень долго думала как правильно вычесывать когда-то когда была совсем совсем молоденькая да но расческами щетины мы очень хорошо все это вычесываем оттягиваем все это наверх для меня два золотых правила есть это натяжка и правильная проливка состава работаю я в основном на составе лореаль мы делаем натяжку пряди очень хорошую не отпуская ее всегда подтягивая ее вверх может быть чуть-чуть неприятно клиенту но мы мы не тянем очень сильно да то есть это все в таких доступных моментов и накручиваем самое главное чтобы достичь большого объема мы последнюю накрутку прям подтягиваем и фиксируем очень четко и можно сказать прям жестко и оставляем когда вы делаете очень хорошую натяжку ваши бигузи становятся прям очень четко то есть они никуда не падают они никуда не заваливаются у них то есть есть такой прям баланс можно назвать вообще мне кажется баланс есть везде баланс в цвете баланс в стрижке баланс в химической завивке разве не так да баланс есть везде потому что любое любой локон любая кудря она также балансирует совместно поочередно с другой поэтому мне кажется даже стрижку которую сегодня делает никита она достаточно важна да я не знаю никита вам говорил или нет обязательное правило после любой завивки мы делаем стрижку есть вот вот прям то есть некоторые приходят просят завивку и потом спрашивают ну я их спрашиваю как бы мы стрижемся как мы будем стрижься у вас есть какие-то определенные пожелания некоторые отказываются я тогда отказываю делать завивку потому что завивка без стрижки не получится ну мне кажется вообще стрижка химическая завивка и стрижка это вот тот тандем который должен быть потому что мы же все равно завершаем мы завершаем процесс мы где-то формируем тот силуэт который мы хотим получить поэтому я считаю я с тобой согласен что действительно стрижка она имеет место быть и она должна быть а самое главное посмотри Ксюш сколько у нас с тобой зрителей вообще все что касаемо views всегда это очень интересно очень красиво очень замечательно я вообще считаю что кудрявые волосы либо завитые волосы да то есть это вообще самые удобные волосы и вообще я вот смотрю и надо поправить прическу и наверное я заберу прям со сцены один из своих любимых продуктов соль чтобы у меня было все красиво чтобы было все замечательно итак смотрите а когда мы накручиваем да то есть мы накрутили бигуди я как-то слышала что кто-то не любит бигуди типа того потому что на них очень сложно проливать некоторые еще проливают сидя прямо в кресле сразу могу сказать я не проливаю сидя в кресле я кладу гостью в мойку и в мойке проливаю не знаю мне так удобнее и удобнее так гостью да есть правило пролива мы никуда не торопимся мы тщательно медленно проливаем каждую прядь мы не боимся если мы сделали все правильно если мы сделали хорошую натяжку то даже если когда мы будем оттягивать бигуди и проливать она будет возвращаться обратно смотрите если волосы высохли пока мы крутили обязательно мы либо их прогреваем горячим феном а лучше всего пролить теплой водой подождать пока вода стечет и поверх этого начинать проливать состав для чего это нужно то есть да это для того чтобы состав проник полностью на весь закрученный волос потому что иногда волосы бывают и до поясницы и до лопаток тем самым можно потрогать у никиты там уже с гостями диалоги идут конечно как смотрите когда мы все это пролили некоторые боятся что они не попадают на нижнюю затылочную зону проливается самая первая нижняя затылочная зона да то есть вот это вот и постепенно потом кладется дальше в полное положение в мойку гость проливается все остальное после того как прошло время выдержки у разных брендов это по-разному это я даже не буду сегодня объяснять и разъяснять какие они есть и что такое вообще составы да мы наносим фиксатор выдерживаем по времени смываем главное правило с ним по крайней мере у меня медленно без всякого быстрого режима какого-то да мы снимаем каждую бигудю то есть каждая кудря у нас должна быть в медленном аккуратном раскрученном состоянии быть и потом мы высушиваем на маша вы можете увидеть что у нее получаются на самом деле очень легкие локоны на сегодняшний день по запросу у меня практически 90 процентов молодых девчонок которые именно хотят такие серферские простые локоны без всяких крутого завитка и всего остального то есть в 90 процентов это вот прям сегодня такой прям востребованный запрос ну что никит ты закончил красота на самом деле получилось красота напомню что я использовал два продукта от наших замечательных партнеров которых мы очень любим ценим и работаем с ними уже не первый год компания лореаль конечно я использовал вот такой вот прекрасный крем текстурирующий и соль будьте добры ксения у вас позаимствую соль я сделаю легкую уже такую финишную фиксацию я не поднимал очень сильно я не хотел вообще на самом деле если мы говорим про укладку очень много форматов которые могут быть я в данном случае не хотел создавать очень большой объем мне хотелось просто подчеркнуть вот ту натуральность которая есть и в некоторых случаях я например прошу нашу гостю наклониться вперед чтобы максимально хорошо дать объем на теменной зоне где-то мы просим сползти то есть вопросов как вы хотите сделать очень и очень много я единство что просто я финиш на чуть-чуть ее пройдусь с солью напомню что у нас в 6 часов еще будет шоу показ от нашей школы где мы увидим нашу замечательную модель уже с новой стрижкой мы сейчас ее уже видим вот такая у нас получилась форма у нее сейчас я сниму пенюар и все покажу так красиво вставай да вы можете на шоу увидеть как можно будет скорее всего трансформировать на самом деле кудри что кудри носится только не в одном кудри носится не в одном только положении да что кудри можно трансформировать именно на шоу вы можете это увидеть мы мы об этом говорили даже на ток-шоу и мы будем говорить на нашем шоу я всегда об этом говорю вьющиеся волосы это та форма с которой можно играть ту форму которую можно изменить и положить так как вам хочется какие то даже вот есть прям замял замял помял везде потрогал ну что же что же у нас осталось мне кажется прям чуть-чуть у нас осталось ровно минута ровно минутка покрутить покажи нашу пенюар тоже с ней некрасиво что может быть я не хочу снимать вот они работают с нашими вьющимися волосами мы любим текстуру мы любим структуру мы любим блонды и конечно же в 6 часов не забываем наш мастер-класс спасибо за то что были с нами